Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об одном интересном радиоприемнике, который выпускался уже к концу существования Советского Союза. Это радиоприемник радиотехника Абава. Выпускал этот радиоприемник в 1985 году Кандавский радиозавод. Радиоприемник сплошная подделка. Почему я об этом говорю? Ну, для того, чтобы его продавать и чтобы он стал популярным, те, кто его разрабатывал, не нашли ничего лучшее, как написать на нем зарубежные буквы Абава, которые ничего не значат. Мало того, написать здесь радиотехника, которая тоже никакого отношения не имеет к этому радиоприемнику. Ну, и сделать внутреннюю магнитную антенну, исключив штыревую антенну, которая помогла бы радиоприему хотя бы коротких волн. Несмотря на то, что радиоприемник очень большой, он принимает всего два диапазона. Это длинные и средние волны. Работа этот приемник до сих пор имеет универсальное питание, 220 вольт и батарейки. Стандартные батарейки, 373. Размещаются они здесь, вот шесть штучек. Хитростью этого радиоприемника и заявленной улучшенной характеристикой является то, что можно, кроме шести батареек круглых, как мы их тогда называли, воткнуть в него две квадратные батарейки, которые подходили контактами к этим пружинам и могли запитывать радиоприемник. Приемкости круглых батарей, как обещано было производителям, должно было хватать на 60 часов при эксплуатации приемника в средней громкости. Но никогда этот приемник не выполнял возложенных на себя обязательств, и батарейки садились очень даже быстро. Радиоприемник имеет светодиодную индикацию сети. Сейчас мы его воткнем в сеть. Вот светодиодик загорелся. Вот. И ручки громкости и тембра, что в 85-м году было уже как бы марреттоном. Дело в том, что уже нормальные радиоприемники снабжались кнопочками отдельной регулировки звукового диапазона низких и высоких частот. А тембр... Вот. Ну, к сожалению, средневолновый, как и длинноволновый диапазон, нынче пусты. Только помехи. И хотя приемник работает исправно, но поймать на него ничего интересного мы не сможем. В простонародье студентами мы называли этот радиоприемник поленом. За его вот такую вот форму. Приемник позиционировался как молодежный. Снабжался вот таким вот ремнем для переноски. Причем носить приемник можно было как горизонтально, так и вертикально. То есть вот здесь имеются крепежи. И это полено могло висеть вот так вот на плече. И играть музыку. Ну, мало кто отваживался сидеть с таким здоровенным радиоприемником на плече. Потому что весит он достаточно много. Полтора килограмма. А играет достаточно слабо. Хотя заявленная головка ГД-полтора должна была выдавать почти полтора ватты звуковой мощности. Играл этот приемник довольно-таки тихо. Ну, если сравнивать его, конечно, с образцами, которые я ранее описывал в своих обзорах. Про цену. Хотя приемник достаточно просто. Имеет всего два диапазона. Стоил он 44 рубля. Что достаточно много по советским меркам. Ну, то есть за 44 рубля покупать вот такое бревно я бы не стал. Вот и все.